Сегодня 20 декабря в Центре международной торговли в Москве собрались журналисты со всего мира, чтобы получать ответы на самые злободневные вопросы от первого лица государства. Данная пресс-конференция станет 14 по счету и на нее аккредитовано рекордное количество журналистов. Чтобы пройти процедуру аккредитацию в Центр международной торговли журналисты начали собираться еще затемно. На одной площадке федеральной, региональной и зарубежной СМИ. На большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитовалось рекордное число журналистов. Каждый год они умудряются поместить в то же самое помещение еще больше журналистов, хотя каждый раз кажется, что еще один стул сюда просто не влезет. Я помню, в прошлом году стулья стояли просто на каждом свободном пятачке. Был стул. Пресс-конференция пройдет в традиционном формате и уже ясно, что в центре внимания будут экономика, ситуация в мире и, конечно, региональные проблемы. Своими вопросами поделились коллеги из других регионов. Хочу поднять одну из главных проблем для нашего региона и для нашего города – это экологическую проблему. Дело в том, что сейчас много говорится о программе по спасению, сохранению Волги. Мы живем на Волге, но, к сожалению, мы видим, что с ней происходит. И мы переживаем, что все те вливания миллиардные в программу по спасению Волги, они могут пойти просто даром, потому что берега Волги, оба берега Волги практически все уже переданы в частные руки. Я пришел на большую пресс-конференцию Путина с вопросом, касающимся развития нашего города, Москвы в ближайшие годы. И хочу узнать мнение президента по поводу того, какой из проектов развития нашей столицы ему понравился больше всего за последнее время. Спросить по поводу того, что поддержки, планирует ли государство поддерживать инновационные предприятия. Даже в каком смысле инновационные? Импортозамещающие. У нас есть предприятия, которые работают над импортозамещением. То есть они делают антибиотики нового поколения от молекул и заканчивают готовым продуктом. Прямая линия стартует 12 часов по Москве. По регламенту она продлится около трех часов. Хотя, как показывает практика прошлых лет, длится общение главы России с представителями СМИ намного дольше. Продолжение следует...